Привет, это на канале Кай Стример и мы продолжаем играть убийство на реке Янзы. Итак, Шен отправляется у нас в магазин иностранных товаров. Встреча в 8 вечера. Так, второй кабинет, второй шкаф справа, первый шкаф справа, бронзовая стата на ресепшн, так, наверное, не нужно. Реклама содовой. Stone Vu, вы у себя? Это Шен Чан Пинг, здесь для встречи. Еще нет восьми часов, подожду его в кабинете. Так, левая, левый шкаф, боковой шкаф, правый шкаф, но надо, значит, все это и посмотреть. Так, бронзовая статуя на ресепшн, на прилавке медная моделька человеческого тела. Полагаю, используется для демонстрации человеческой анатомии. Так, посмотрели. Второй справа, шкаф. Различные предметы, которые любят леди, продемонстрированные в шкафу. Ну, располагаются. Популярный Шан Г Мей бренд, паста Звездочка, паста Снежинка. И что-то там, какая-то вода цветочная. В общем, везде цветочная вода. Хорошо. Так, первый шкаф справа. Содержит различные бутылочки. Каждая наполнена... Хочу сказать, дистиллированной водой, но это как-то странно. Водой различных брендов. Ну, может, туалетная вода. Так, реклама содовой. Это реклама Watson Cola Water. Сильный вкус и освежает, как нектар. Так, левый шкаф. Кабинет. Так, шкаф также содержит бережно хранимую каллиграфию и какие-то рисунки. Так же, как и сейф. Ну, короче, здесь есть сейф, каллиграфия и еще что-то. Так, боковой шкаф. Шкафу, шляпа и кипа документов. А, это вот это вот. Это вот эта штука. Понял. Так, право. Справа. Что у нас? Различные документы и несколько фотографий, расположенные в шкафу. Есть фотография моего брата с Астоном Ву. Судя по... Что-то там моего брата. Фотографию сделали... Фотографию сделали 7-8 лет назад. Так, стол. Полный набор. Ну, видимо, для чайной церемонии. Размещен на столе. Рядом с чайными принадлежностями ключ. С правой стороны стола тоже кипа документов с липкой бумажкой сверху. Вот это я точно перевел. Что? Что это? Это документ. О! Загадка. Шанхайская загадка. Глава 6. По ком звонит колокол? Дверь они не запирают, конечно. Там каждая бутылочка стоит состояние. Так, женщина кричит. Продавщица. Убийство! Это убийство. 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 Что-то шумно на улице. Что происходит? Шен-то не вернулся за всю ночь. Надо сходить на улицу и оглядеться. Так, сомнения. Где Шен? Ну, это crime синт. Тебя не пустят. Родной. Офицер, что произошло в магазине иностранных товаров? Не твоего ума дела. Занимайся своими делами. Мой друг... Так, у моего друга была встреча прошлой ночью с кем-то. И он до сих пор не вернулся. Я реально беспокоюсь по этому поводу. Не могли бы вы мне позволить войти и посмотреть? Мы расследуем дело. Иди поищи друга где-то еще. Офицер, имя моего друга Шен Чан Пинг. Это детектив, о котором писали газеты. А я его ассистент. Ты не можешь войти. Точка. Даже если твой друг сам император не разрешено. Тогда они не могли бы мне сказать, какого типа дела расследуется. Что произошло внутри. Может быть, Шен и я сможем вам предоставить какие-то зацепки. Это дело об убийстве. Жертва... Мужчина с очками. С очками? Как у тебя? А как жертва выглядит? Еще один репортер. Надоедливый. Нет, нет, это неправда. Я беспокоюсь, что жертва может быть моим другом. Ты думаешь, я не вижу тебя насквозь? Никаких интервью. Потеряйся. Но... Еще одно слово, и вы будете задержаны. Может, одно слово? Смотри, будет сразу какая-нибудь концовка, интересно. Ну-ка. Офицер. Шен носит очки. Я реально не беспокоюсь. Пожалуйста, позвольте мне войти посмотреть. Или хотя бы скажите, кто жертва. Это место преступления. Я офицер полиции. Не ваш информатор. Короче, пусть это у тебя останется. Короче, зарубися это на носу и держись подальше. Ну, я не могу уйти. Жизнь Шена на кону. Мне надо найти, что с ним произошло. Ты что, глухой, что ли? Немедленно исчезни. Не копай я сам себе могилу. Давай еще раз поговорим. Офицер. Умоляю, пожалуйста, помогите. Позвольте мне войти и посмотреть. Я обещаю, не скажу никому. Просто посмотрю и выйду сразу. Просто Шен никогда не исчезал, не говоря ни слова. Он, может, попал в беду. Из какой газеты ты? Ну, я не журналист. Меня зовут Афу. Я ассистент детектива Шена Чанг Пинга. Я видел так много таблоидных журналистов. И ты, короче, один из них. На один из самых, наверное, таких. На Зойлю. Тебе надо уйти. Смотри, еще раз можно поговорить. Ну-ка. Офицер. Ты что, не закончил еще? Я же пришел сюда, чтобы найти друга. Избавь меня от этой бессмыслица. Найди их. Так. Найди их в тюрьме. Ну, ты видишь, плохая концовка. Ну, хотелось посмотреть. Так, все, не будем бесить. Я слышал, было совершено убийство. Серьезно, пугает. Ты пойдешься, посмотришь? А что ты не идешь? Я тут в очереди. Хочу пожрать. Понятно. На самом деле, если кто-то заполучит формулу, не будет существенного воздействия на наш бизнес. Я слышал, что Watson Group установила большую награду за зацепки по поводу шанхайского фантома. Это правда? Если быть точным, эта полиция выпустила награду за сбор улик по поводу предполагаемого, видимо, вора. Награда предоставляется в Watson Group. Ну, наверное, опубликовала, а предоставляется сама компания. Мы полагаем, что это не только поможет поддержать общественную безопасность, но также продемонстрирует поддержку и... коммитмент, хрен узнает, как точно перевести. Короче, поддержку социальному порядку со стороны компании Watson Group. И как эффективна эта награда по сбору зацепок? К сожалению, мы не можем раскрыть слишком много информации в настоящее время. Полиция полностью посвящена расследованию. У меня вера в их профессионализм. Как только будет достигнут существенный прогресс в деле, они дадут знать. Спасибо за ваше уделенное время. Жду, не дождусь следующей встречи. Также. Ждет, не дождет встречи. Итак, Watson Group предлагает какую-то награду за шанхайского фантома. Как насчет такого? Ну, короче, она заголовки придумывает. Коксин, Шен, 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 что-то там. Афу, успокойся. Что произошло с мистером Шеном? Шен, Шен, Шен мог быть убит. Что, мистер Шен был убит? Прошлой ночью Шен отправился один в магазин иностранных товаров Стона Ву. И он не вернулся ночью. Этим утром я нашел, я обнаружил, что магазин был окружен полицией. И они расследуют убийство внутри. Жертва мужчина с очочками. Не беспокойся. Пойдем на место преступления и соберем информацию. Так, а нам сюда не надо? Белл билдинг. Мы должны были идти в магазин. Спросить по поводу Шена. Почему мы идем в театр? Я хотел сводить тебя в театр. Такая возможность. Такой комплимент девушки могли сделать. Почему ты здесь встал? Офицер полиции все еще там, в двери. Он меня послал. Если я пойду, он определенным образом меня узнает. Ну, точно меня узнает. Ну что ж, стой и жди меня тут. Да будь осторожна, Коксейн. Кажется, он не любит журналистов. Вроде как, очень сильно. Да не беспокойся. Нет ничего, чтобы я не смогла выяснить. Через 10 минут он ей все разболтал. Этой тетке. Так, офицер Лико из центрального отдела полиции. Он предоставил мне хорошую и плохую новость. С какой начать? Давай послушаем плохие новости. Нет, давай сразу с хорошей. Итак, жертва кейса со стрельбой в магазине иностранных товаров не мистер Шен. Слава богу. А тогда плохая новость. Жертва Стон Ву, владелец магазина. Офицер Ли... Понятия не имеет, где мистер Шен. Это он. Ранее ты сказал, что мистер Шен отправился в магазин прошлой ночью для встречи. Чтобы встретиться с мистером Ву? Да, Стон Ву важный свидетель. Возможно ли, что мистер Шен отправился один, чтобы поймать убийцу? А мистер Шен часто уходил, не информируя других. И отправлялся вообще на поимку преступников один. Это первый раз что-то подобное произошло с момента, как я с ним познакомился. Офицер Ли сказал, что тело было найдено ассистентом, ну, магазина, вот этой продавщицей. Она пришла в 7 утра. Тело было найдено в кабинете этого магазина. Ну, в офисе, наверное. Так. Стадия Ру. Так, а это была записка для мистера Шена. Значит, не было возможности пообщаться в полдень. Встретимся в 8 вечера в кабинете моего магазина. Приходи один. Они должны были встретиться в этом офисе. Что реально произошло прошлой ночью? У меня плохое предчувствие по поводу всего этого. И какого рода предчувствия. В любом случае, нам надо найти мистера Шена как можно раньше. Ну, Шанхай огромен. Даже не имею представления, с какого места начать. Давай поспрашаем. Может, кто-то видел его? Где Шен? Офицер. Так, в отель можно зайти. Ну, давай в отель. Возможно, Шен оставил мне какие-то инструкции в комнате. Можешь сходить посмотреть. Да, сходи посмотреть. Газета. Мистический, таинственное дело. А, ну, на вот этом сталелитейном заводе было. Это статья, которую я написал. И эта газета продается везде. Я купил в качестве сувенира. А читатели ждут, не дождутся, когда эти два детектива решат новый кейс. Сомнительная зацепка. Так, брифт кейс. Так, это вещи Шена. Содержат документы дела брата. Не, он часто пересматривает эти документы. Так, а вот это что за механизм? Это мое новое изобретение. Фонограф. Передатчик, наверное. Так, мой чемодан был забит. Поэтому я отдал эту шену. И что за механизм, короче. Из двух машин состоит. В общем, передатчик и фонограф. Звук, получается, принимается издалека. И может быть записан и воспроизводится фонографом. Это как в мифологии какой-то суперслух. Точно. Если получится это улучшить, будет... Ну, короче, передатчик. Звук на большие расстояния. Звучит отлично. Но есть один недостаток. Так, ну, наверное, вот эта передача имеет недостаток. Позволяет кому-то только слышать или говорить. Было бы хорошо, если можно было делать все одновременно. Ну, это легко, достижимо. Что-то два механизма одновременно использовать. И можно будет и слушать, и говорить. Ну, это не очень-то удобно носить. Да, пока еще не придумал, как сделать это переносным. Надо добавить кнопку. Когда ты слушаешь, нажимаешь. Ну, что-то и другой человек тоже узнает. Хорошо. Так, это книга, которую Шен читает каждый день и никак не прочтет. English Law Review. Ну, это какой-то кодекс. руководство для экзаменующихся, наверное, юриспруденция. Это все книги, имеющие отношение к праву. Так, ну все. Мол, определенно не здесь. Мы так не найдем, Шена. Да, мой разум самый настоящий хаос. Куда нам надо отправиться? Нам надо отправиться в театр. Погнали в театр. Почему в театр? Погнали в рейстик. О, потеряна заметка о потерянном коте. Это очень важно. Потерялся код. Посмотри, прям фотография. Ты вот увидел сразу. Это вот этот код. Вы видели этого кота? Написано и по-китайски, и по-английски. Спрашивают, видели ли вы кота? Так, если у вас есть какая-то информация, пожалуйста, свяжитесь со мной. Адрес предоставлен внизу. Если у нас не будет никаких новостей по поводу Шена, можно тоже оставить такой вот не знаю, плакат. Ну, короче, объявление о пропаже. Мистер Пугало. Вы видели мистера Джинджера? Си-Си. Привет. Я не видел мистера Джинджера. Вишня, какая ломка. Еколу не дает батя? Мистер Пугало. Также не видел мистера Джинджера. Си-Си никогда не увидит мистера Джинджера снова. Си-Си, не плачь. Я вот софую еще мистера Шена. Я могу тебе помочь поспрашивать по поводу местонахождения мистера Джинджера для тебя. Спасибо. А когда пропал мистер Джинджер? Так это ее код. Прошлой ночью. Прошлой ночью? Снова. Какое совпадение? Совпадение? Не думаю. Опишите мистера внешность мистера Джинджера. У него оранжевая рубашка. Нет, это не код. И белые перчатки. Большие глаза. острые уши и хвост длинный. У мистера Джинджера острые уши и длинный хвост. Так это код, что ли, с объявления? Да, мистер Джинджер это мой любимый код. Китайцы его съели, наверное. Ну, какие-то. Не все китайцы, конечно, едят котов. Ну, какие-то едят. К сожалению, это уже факт. Так, поняла. Посмотрю, погляжу. Честно, скажу мистеру Тину Вудману, что у нас тут хорошие новости. Си-си, время завтракать. Иду. Все, пошли, афу, давай найдем двоих пропавших. Театр нанимает. Может, мне попробовать? Там так гламурно внутри. Подойду ли я? А что ты? Но она считает, что ее уволили. Это вот тетка, которая нашла труп владельца магазина Стонову. Ну, а почему? Она могла продолжить работать. Я помню ее. Это ассистентка из магазина иностранных товаров. Ее зовут Тинг Ксян. Ну, давай спросим и посмотрим. Возможно, она знает что-то. Мисс Тинг. Мне некомфортно. Так. Вам не комфортно, что я здесь стою? Я сейчас уйду. Да, расслабьтесь. Я журналист из Шанхай Ньюс. Мы расследуем инцидент, произошедший этим утром. Нисс Тинг, вы могли бы нам помочь? Ну, я никому не могу помочь, даже себе. Ну, давай, расскажи о себе. Ну, расскажи о себе. Да нет, ничего прикольного обо мне. Приношу неудачи только всем остальным. Родители подсели на опиум. Ну, это изобретанцев, я тебе отвечаю. Я откладывал деньги, чтобы приобрести какое-то лекарство. Ну, видимо, чтобы они соскочили с этой наркоты. После того, как они это приняли, они все, видимо, передохли. Потом работал в Тейпин Хоутел, а клиент был аллергик на арахис. Мой босс слышал, что клиент был из зеленой может какой-то группировки. Короче, он собрал вещички и убежал за ночь. А вот неделю назад начала работать в пекарне в пекарне, пекарне, в пекарне, и автомобиль въехал в стену. Это за опиумом. Стена разрушилась. стена видимо на башку кому-то там. Но если британцу, то может не так страшно. если он опиум продавал. А пару дней назад наконец нашла работу в магазине иностранных товаров. Ну, затем босс, ну, кажется, я окружена какой-то неудачей. Это не твоя вина. не беспокойся, мы здесь, чтобы задать пару вопросов. Так, по поводу установу. когда так ты первая, кто обнаружила тело? Да. Ты можешь поговорить о том, как было найдено тело? так, ну, видимо, может, босс был очень строгий. В общем, постоянно как-то за ней присматривал, и она решила прийти на работу пораньше и хорошо себя вести. Когда я пришла, обнаружила, что дверь не заперта, зашла посмотреть, не было ли кражи, в общем, что-то такое. После как я вошла, почувствовал, что-то не так. Дверь в офис должна была быть закрытой. Пошла прочекать офис, но увидела там босса, лежащего в луже крови. Была дырка в его теле, ужасно короче все. Есть ли еще какая-то информация? Офицер Ли сказал, что босс стонву спровоцировал какую-то зеленую банду, видимо. мертвые боссы пришли, чтобы забрать мою жизнь? зеленая банда реально искала меня. Не думайте так много по этому поводу. Короче, накручивайте. Не беспокойтесь, мы тут пару вопросиков еще. Шэн Чан Пинг. А вы видели человека, который посетил магазин иностранных товаров? Вы видели человека, ну, наверное, вот так же с которым я заходил так. Прошлой ночью вы видели человека, с которым я был вчера, вчера заходил в магазин иностранных товаров? Нет. После того, как вы ушли, я не видел его больше. А стонву договорился о встрече с ним на 8 вечера в офисе этого магазина. После того, как сержант Синг пришел вчера, мой босс решил закрыть магазин раньше. Поэтому я отправил меня домой. А, нет. Поэтому я пошла домой после работы. Объяснение такое себе. после того, как босс чего-то там поговорил, он смотрел на меня как-то видимо странно. Что-то ему не нравилось во мне. Мне надо было уйти еще раньше. Короче, ты не видела мистера Шена? Нет, не видела. Это все, о чем я хотел спросить. Спасибо, мист Тинг. Неужели то, что я сказал, реально вам может помочь? Да, это было полезно. Эта информация полезна. Не важно. Театр. Театр пуст, никого тут нет. Так, продажа билетов. Раннее утро продавец билетов еще не начал работать. Тетка пришла в 7. Поднялся шум. Тут дым и дым и в 8 часов приходит на работу видимо в 10. не раньше. Magic труп постер. Серия волшебства. В общем, какой-то перфоманс. Шоу тайм с 7.30 до 8.45. фокусница Юлия в общем перевернет ваше вопрошение. Шен упоминал два дня назад по поводу того, наверное, что можно сходить посмотреть иллюзионистов. фокусница афу он не узнал что ли эту тетку откуда ты знаешь мое имя но это же с корабля тетка давненько не виделись как дела давненько много времени прошло с момента вы приходили смотреть представление я была на деловой поездке в Ханянь и только что вернулась теперь чтобы следить за кейсом о каком-то воре шанхайском фантоме когда все уляжется я приду и мы попьем чайку а ты что не узнаешь афу иллюзиониста Юля ты инчу уже два года прошло глазом не успеешь моргнуть а ты здесь из-за мистера Шена а ты его видела ты не знаешь его же арестовали прошлой ночью арестовали во время чего-то там перфоманса может перерыве в каком-то между представлениями прошлой ночью где-то в 8.30 я видела его в лобе было много офицеров полиция и детектив они окружили мистера Шена у мистера Шена был ствол в руке и полицейские не посмели ну короче не подходили к нему разве у Шена был пистолет ну даже если ты не знал откуда это знала Юлия позже сержант приказал мистеру Шену опустить оружие и после того как он положил его полиция связала его и увела а мистер Шен что-нибудь сказал нет он оставался молчалив а его лицо было очень бледно я попытался узнать по какой причине его арестовали но полицейские тоже ничего не сказали надо отправляться в полицейский участок и узнать побольше об этой ситуации локеры инчу а вот это ограничение установил полиция они сказали это улики и надо оставить это как есть я могу еще чем помочь спрашивайте спасибо инчу тоби чен это что тут фотографируешь а это не репортер ли в прости так сфокусирован на фотографирование ворот театра не заметил как ты выходишь а зачем ты фотографируешь ворота театра нужны нужны видеоматериалы фотоматериалы для больших новостей из прошлой ночи большие новости со вчерашнего дня ты был на месте когда арестовали мистера на до до не только был рядом я также видимо сфотографировал самый важный момент а можно писать фотографию конечно нет это огромная новость я планирую ну короче что-то там написать и не буду никому рассказать никаких деталей как мне кажется я видел Тоби Ченко еще где-то до этого он старший репортер в какое-то средство массовой информации и все время думает что я конкурирую с ним за заголовки возможно ты читал его статьи до этого ну что на трамвайчике зайчиком слышал это первый трамвай что-то там не знаю насладимся видом реки погнали лучшие места ну что ж поехать на трамвай быстрее чем идти пешком сбережет нам кучу времени хочешь попробовать я угощаю какая прекрасная женщина конечно если ты угощаешь такой халявчик как как а сидячих мест уже нет смешанный суд а ну это может быть суд какой-нибудь общей юрисдикции или что-нибудь такое central station stop ну что до отеля это он девушка спрашивает ну что в отель сразу или сначала в театр потом в отель слушай неплохо ты мыслишь нет сюда я не пойду говорит грандовое здание как оно используется ну мне кажется это типа вот здание суда типа там общей юрисдикции или что-то такое кейсы включая различное так different для различных национальностей и для моряков и а ну видишь и морское наверное какое-то дело как это судопроизводство и бизнес какие-то споры в общем все здесь в общем это для иностранцев да 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 для иностранцев видимо также важное место для меня для сбора информации детектив шен был что-то там это привет приятель посмотрите на газету только что горячие новости украден украден рецепт Watson Cola Water интернациональная комиссия дата что-то дата по интернациональной комиссии по опиуму подтверждена и еще арестован детектив Шен Чанг Пин его истинное имя раскрыто наверное он в действительности он в действительности он что а любопытно купи газетку и обнаружишь и как бы и выяснишь что такое я возьму эта статья написана Тоби Ченгом по поводу ареста Шена содержит полную чепуху что-то инцидент быстро напечатали статья утверждает что Шен был арестован потому что он был сообщником наверное вора также утверждается что он был вовлечен в воровство не знаю но это может быть каких-то типа как банковские ячейки или что-то такое ну каких-то хранилищ четырех великих семей неделю назад как это возможно неделю назад они были хрен знает где но это чистая ложь мы только что прибыли в Шанхай вчера меня это не волнует я просто продаю газеты если думаете что что-то не так идите выясняйте что-то намеренно какая-то противоречивая хрень просто чтобы привлечь внимание как я и ожидала статья написана Тоби и Ченом а что ты еще скажешь что вернулись я уже продал газета не мое дело заниматься вашей фигней тем более бесплатно как насчет этого шанхайский фантом появился в различных местах за один день свидетели утверждают что вор отрастил крылья и у него какие-то колесики на ногах а у вас есть какие-нибудь фотографии конечно все настоящее да пошли афу у нас есть чем заняться так ну это полицейский участок туда надо идти еще что-нибудь есть а что чувак жрет огурец огромный или кабачок это мы вот столько прокатились вот отсюда досюда и она угостила ну ты смотри ну что на трамвае мы в очереди будем стоять хрен знает сколько когда вернут конфискованное сожалею моим детям надо идти в школу немножко надо подождать извините за неудобство какие зацепки у вас есть мой сосед это шанхайский фантом а у вас есть доказательства если бы у меня были доказательства нахера мне такая полиция ну что в принципе логично так письмо на столе есть коробка полная писем на столе она также окружена различными отчетами и письмами не понял а вот мешок полные писем два мешка в углу полицейского участка наполнены каким-то ну в общем неинтересными письмами оба этих оба два этих письма упоминают прошлую ночь мне приснилось что шанхайский фантом украдет из магазина антикварных товаров 14 сентября я подслушал что будет воровство шанхайского фантома в 8 вечера 14 сентября view garden среди бесчисленного количества вот этих писем два предсказывают о совершении видим преступлений шанхайским фантомом не знаю имеет ли это отношение к шену но давай сделаем пометку офицер можно спросить вас по поводу Шена Чанг Пина его ареста прошлой ночи какое вы имеете родство с ним мистер шан детектив а я являюсь его ассистентом в настоящий момент мистер шен находится под расследованием ну может его допрашивать в полицейском участке с ним все в порядке хотел бы увидеться я понимаю ваши чувства но он вовлечен в серьезное дело и не может принять посетителей короче уходите офицер вовл а он ли как пожелает а мисс вен давненько вас не видели спасибо медицинским журналом который вы привезли в состоянии моей мамы хорошо улучшилось это было небольшое одолжение вы здесь по поводу кейса мистера шена также мистер шен неожиданно пропал и мы все обеспокоены по этому поводу что на самом деле произошло недавно у нас была небольшая встреча летучка какая-то и шеф запросил строжайшую конфиденциальность по поводу этого дела да я понимаю просто хочу узнать самую базовую информацию хорошо что вы хотите знать текущий статус как он там ну физически нормально но настроение подавленное а он что-нибудь сказал он ничего не сказал и это самая большая проблема в настоящий момент когда мы стали спрашивать его по поводу преступления он просто сказал что ни хера не помню видишь он же изучает право знает как отвечать сержант полагает он намеренно не сотрудничает со следствием к счастью мистер Джозеф вмешался может быть еще какие-то скрытые обстоятельства здесь мы собрали достаточно улик поэтому вряд ли что-то скрытое что вы еще хотели бы знать по поводу этой летучки строгая конфиденциальность это означает что мистер Шен совершил что-то крайне серьезное я права видите ли содержимое летучки тоже супер конфиденциально все что могу сказать все неблагоприятно для мистера Шена доказательства указывают все в его сторону чтобы вы хотели знать в чем обвиняют все-таки Шена Чангпина по какой причине его арестовали первоначально обвинение было незаконное владение оружием при входе в международный сеттлмент ну хрен узнает может перевозка а затем еще какие-то обвинения появились правильно это я отлично перевожу последующие преступления более серьезные чем но по всей видимости они оказались последующие обвинения более серьезными чем незаконное хранение оружия вы правильно угадали мисс Вен во время расследования мы обнаружили что мистер Шен вовлечен в куда больше дела более серьезные а что за дела то а что-то там с иностранцами какой-то интернешнл сеттлмент хрен узнает что-то такое ну короче дело об убийстве это имеет отношение к убийству в магазине иностранных товаров вряд ли ну это нашло тело только все мистер Шен встретился с Астоном Ву прошлой ночью А затем Стона нашли мертвым этим утром Стон Ву был застрелен А мистер Шен первоначально как раз и обвинялся в хранении в незаконном хранении оружия Вы подозреваете мистера Шена в совершении убийства Стона Ву? Убийца Да это невозможно К сожалению не могу раскрыть подобную информацию Так по поводу дела о воровстве Шанхайский фантом создал настоящую панику здесь Он или она могли украсть формулу Watson Call of Water Полиция даже объявила награду Мистер Шен в это вовлечен После того как была объявлена награда мы получили различные стали получать различные письма Но большая часть из них это домыслы слухи и все это только усложнило расследование Так офицер Ву Шен не могу прокомментировать имеет ли мистер Шен отношение к делу о воровстве Но судя по вашей реакции Вы не думаете что оба дела имеют отношение к мистеру Шен Не так ли? Как вы можете делать такие случайные спекуляции мисс Вен А это правда значит Хорошо Что вы хотите знать Как проходит расследование Значит была летучка Значит у полиции Нет какой-то брифинг митинг Короче у полиции есть какие-то нормальные доказательства Ты угадала Единственный подозреваемый это мистер Шен в деле о стрельбе в магазине иностранных товаров И у нас серьезные доказательства Как это могло произойти? Мисс Вен не могу ничего больше сказать Пожалуйста сделайте так чтобы эта информация никуда не утекла и оставалась конфиденциальной Можете мне довериться Народ на замке Офицеры его Ну Шен не мог совершить убийство Не могли бы найти способ чтобы я с ним встретился Сожалею Но у меня нет таких полномочий Наши полномочия все окончились Эй вы Что вы тут устроили в полицейском участке Сержант Синг Офицер Ву Что тут происходит Это ассистент Шена Чан Пинка И он хочет визит Это вы что тут удумали Любой ассистент может вот так что-то тут ходить Шен Чан Пинг какой-то убийца Вы планировали позволить ему что-то там с этим парнем Сожалею Сержант Если так я не ошибаюсь подозреваемый подозреваемый имеет право чтобы его навестили во время задержания О мистер Джозеф Кроме того он не сказал ни слова с момента ареста что что-то там для расследования Позвольте ему встретиться с другом возможно это поможет для его сотрудничества Эй ты Что ж есть правда в твоих словах Офицер Ву Приведите Шена Чанг Пинка Ну выведите его Шен С тобой все в порядке Сам не Вишель Слепой Очки протри Это точный перевод многоточия Видишь он недовольный какой Я знаю что ты не мог это сделать Что реально произошло Язык проглотил Шен Может быть я что-то могу сделать Дай знать моргни два раза Смотри сколько раз моргнет Шен ну пожалуйста поговори со мной и не следовал приходить Мой кис не имеет никакого отношения к тебе мистер Шен это правда что вы убили Стонову я не знаю Идите не тратьте больше время на меня Шен почему ты такое вообще говоришь хватит тут ковырять это дело Все пора подозреваемого уводить наговорились мистер Шен может говорить будет кооперировать будет сотрудничать с на допросе правильно мистер Шен какие жесткие везде Все Афу пойдем попьем колы в отель в отель Как это так как так то Афу спрашивает Шен отказался говорить что произошло Не позволил нам помочь Ну кто он такой чтобы говорить нам что мы не можем вмешиваться Можно понять что может быть обеспокоен тем что втягивает тебя это Но он явно недооценивает меня Это понятно мелкое ничтожество И вообще у меня хорошая идея Давай выступим его адвокатами Адвокатами? Ну да будем защищать подозреваемого в суде и поможем ему защитить его права Отлично Ты же столько права изучал Конечно Только у нас нет адвокатской лицензии И нам нужно письмо которое дает нам такое право от мистера Шена Отличная идея Просто великолепный план Это не сработает Он просто не станет давать нам разрешение Есть еще способ Надо будет подождать пару дней И что это за способ Я интервью сержанта до этого И подметила И заметил он наверное его привычку что после того как он заканчивает допрос он просит подозреваемого оставить дополнительные отпечатки на бланковой бумаге И мистер Шен не будет исключения И если мы получим бумагу с отпечатками мистера Шена мы можем подготовить письмо самостоятельно Видимо это единственный способ Но почему надо ждать несколько дней Мне надо отправить письмо в полицейский участок и после этого получить разрешение После этого я могу войти в офис сержанта Ну и поводом для интервью У меня есть решение Ну давай Конечно слишком рано чтобы быть у места преступления Так Поскольку слишком еще долго ждать Давай исходим на место преступления и посмотрим поищем еще какие-нибудь зацепки Так приходи сюда в 8 вечера Афу нахрена ты притащил свое изобретение сюда Он будет подслушивать Ты скоро сам поймешь Ты же не собираешься вламываться в полицейский участок Это как раз то что у меня на уме Так это обычный замок довольно легко вскрыть Можешь мне сказать как добраться до офиса сержанта Как только я заберусь внутрь Мне надо будет чтобы ты поставил на шухере Точный перевод Это слишком рискованно Тебе что сложно подождать один день Я боюсь могут появиться проблемы с задержкой Не про ту задержку Не беспокойся Нифига себя Я в флоуте так и решал И еще в какой-то игре Да ладно У меня уже отмычка сломалась Хорошо Паретти Поторопись И быстро возвращайся Когда зайдешь в офис сержанта Фокусируйся на файлах которые имеют отношение к делам по стрельбе Понял Я думал он только А это еще стелс такой сделали А фу как слышь меня как слышь Тест 1 2 3 4 Слышь я нормально Нормально слышу Офис сержанта в конце коридора Будьте осторожен Давайте здесь прервемся продолжим в следующей серии Спасибо за просмотр Ставьте лайки оставляйте комментарии Подписывайтесь на канал ставьте колокольчик Ну и до встречи в следующей серии Пока